На грани закрытия оказались филиалы российских вузов в Казахстане. Дипломы могут не получить сотни студентов. Об этом и не только. Сегодня в Информбюро. Хайрлэкеш, студия домена Ирина Евгеньева, Жене и Добромбей. Хайрлэкеш. И смотрите прямо сейчас. Поход в Минздрав. Матери хрустальных детей просят возобновить терапию. Почему в государственной больнице отказываются применять передовой метод лечения детей с ломкими костями? Мы собрали уже анализы, прошли все. Теперь нам отказывают. В частной клинике одна доза препарата стоит 50 тысяч тенге. Как облегчить страдания маленьким пациентам? Шаткое положение. Филиалы российских вузов в Казахстане оказались под угрозой закрытия. Почему в Министерстве образования считают, что учебные заведения работают незаконно? Есть ли у них лицензии? Чиновники уже направили материалы в суд. Что будет со студентами? Смерть младенца. Почему врачи перинатального центра Шенкента не смогли спасти ребенка? Можно было сделать кесарево и принять роды. Сколько дней прожила новорожденная девочка? Родственники винят медиков. Что пошло не так? Как врачи объясняют произошедшее? Готов к обсуждению. Правозащитники представили проект о мирных собраниях. Кто автор? В чем суть инициатив? В демократических странах разрешительной процедуры нет нигде. Ляжет ли этот документ на стол президента? И начнем выпуск с неожиданной новости. Бывший Аким Шенкента Габидулла Абдрахимов назначен советником премьер-министра страны. Такое распоряжение подписал глава правительства Оскар Мамин. Это сообщение многих удивило. Ведь с поста Акима Абдрахимова сняли чуть больше месяца назад. А поводом послужило видео, снятое им в Лондоне, где он сказал, что жить и работать нужно в Казахстане и путешествовать по всему миру. Тогда же руководитель администрации президента Крымбек Ущербаев заявил, что Абдрахимов исчерпал кредит политического доверия. Как же ему удалось так быстро восстановить это доверие? И какие советы он будет давать премьер-министру страны? Остается только гадать. К другим темам. Матери хрустальных детей со всего Казахстана сегодня собрались в столице у здания Министерства здравоохранения. У их детей редкая болезнь, очень хрупкие кости. В данный момент в нашей республике около 80 таких маленьких пациентов. В месяц у каждого из них происходит по несколько переломов. Мамы утверждают, что новые методы лечения дали хорошие результаты. Вот только столичные врачи внезапно отказались применять препарат. Зарина Беремкул расскажет подробнее. Маленькой Таисии скоро 8 лет. О том, что у нее хрупкие кости, выяснилось сразу же после рождения. Но кроме установки металлических список, конечности ей ничем не помогли. Надежда появилась после того, как мама услышала о препарате, которым врач одной из столичных госбольниц собирался лечить казахстанских хрустальных деток. Мы собрали уже анализы, прошли все. Теперь нам отказывают. Отказывают от госпитализации. Главный врач, он боится, что в аннотации с 18 до 18 нельзя капать, хотя кругом капают с 3 лет. Мы ни разу не капались, у нас уже было 8 операций, они ничего не помогают нам. Такая же ситуация у 10-летнего Жигера и других детей, чьи мамы сегодня пришли к зданию Министерства здравоохранения. Некоторые из них уже получали препарат в московской клинике, там курс лечения стоит примерно полтора миллиона тенге. Но есть и казахстанские участники, там можно получить трехдневный курс за 150 тысяч тенге. У тех, кто опробовал его, заметны улучшения. После первого курса у меня ребенок начал ползать уже, после трех переломов. Потом она встала на ноги, и вот сейчас результат она ходит. Но у нас было, конечно, больше 40 переломов, и после вот этого лекарства у нас результат, она у меня плавает, ходит. В общем, спортом занимается тоже. О том, что после лечения переломы сократились нескольких раз в месяц до одного раза в год, родители рассказали и вице-министру здравоохранения Лязат Актаевой. Чиновница знает об успехе после применения препарата, но его безопасность для малышей не доказана самим производителем, в том числе и за редкостью заболевания. А когда он не дает гарантию до 18 лет, тут же врачу как поступить? Поэтому я говорю, этика, центральная этическая комиссия, она одобрит или не одобрит? Если она скажет, что здесь большие риски, будем дальше думать. Заседание комиссии в Министерстве здравоохранения обещали провести сегодня и гласить итоги уже к пяти часам вечера. Однако официального ответа до сих пор нет. Родители ожидают согласия экспертов, так как часть детей должна лечь в больницу уже в понедельник утром. Под угрозой закрытия в Казахстане могут оказаться филиалы российских вузов. Сотни студентов рискают остаться без дипломов. Министерство образования обратилось в суд и просит Фемиду проверить, насколько законно работают в нашей стране филиалы иностранных учебных заведений. Анжелика Пивоварова – будущий экономист. Студентка учится на последнем курсе в филиале Челябинского государственного университета в Кустанае. Уже несколько недель после проверки министерства в вузе студенты обсуждают тревожные новости. Якобы из-за отсутствия лицензии учебное заведение могут закрыть. Нам просто будет некуда деваться. В любом случае, если получать образование окончательное в России, в Челябинске, это будет намного дороже, намного накладнее. Не факт, что многие смогут, например, позволить себе это сделать. В Кустанае российский филиал работает 20 лет. Готовит юристов, филологов, экономистов и переводчиков. В августе здесь побывала министерская проверка, по результатам которой на вуз подали в суд. Ведь у них якобы нет лицензии, но руководство заверяет. Она есть, причем бессрочная. И ее никто не отзывал. В 2010 году в министерстве решили, что филиалы российские работать будут по соглашению. Но к единому стандарту две стороны, казахстанская и российская, до сих пор не пришли. Казахстан просит соблюдать стандарты казахстанского образования. Те, в свою очередь, тогда не смогут выдавать дипломы российского образца. Министерство с тех пор делает вид, что нас вроде нет, но мы есть. И периодически посылаются вот такие проверки. И мы так регулярно принимаем участие в судах по отстаиванию своих прав. Свои интересы в суде отстаивает и Санкт-Петербургский филиал Гуманитарного университета в Алматы. Инициатором проверки стала Национальная палата предпринимателей Атамикен. Именно их письмо к Министерству образования появилось в СМИ. Данные организации образования не участвуют в рейтинге, ссылаясь на то, что являются филиалами, а не полноценными вузами. У некоторых из них на сайтах отсутствует информация о наличии соответствующей казахстанской лицензии и разрешении на осуществление образовательной деятельности. Все эти моменты затрудняют выявить вопросы дальнейшего трудоустройства выпускников и их профессиональные компетенции. Только в Костанайском филиале учатся более 4 тысяч студентов, которые рискуют остаться без законченного высшего образования. Нина Шапо, Елена Досова, Информбюро, Костанай. Общественный совет Алматы сегодня обсуждал проект о мирных собраниях, демонстрациях и шествиях. Участники совета признают, что действующий закон о митингах устарел. И стране нужен новый документ, отвечающий современным реалиям. Документ подготовил правозащитник Евгений Жовтис. Он написал его еще 12 лет назад. По мнению автора, в новом законе нужно убрать разрешительный характер и выходить на акции только по уведомлению. Среди участников обсуждения были и те, кто так не считает. Поэтому первый вопрос ключевой. Сразу нужно определиться с тем, как уведомление. В Швейцарии уведомление идет по электронной почте. В демократических странах разрешительной процедуры нет нигде. То, что называют разрешением, это уведомление. По некоторым, по некоторым надо уведомление. Вот собрание пикетирует уведомление. Митинг, демонстрация, шествие, разрешение. Предстоит определиться с формами мирных собраний, где уведомление не нужно, а где нет. Например, если это пикет. Усовершенствовать пункт о взаимодействии полиции и протестующих, чтобы стражи порядка защищали любое мирное выступление. Еще один важный вопрос – работа правоохранительных органов. Ведь были случаи, когда полицейские задерживали случайных прохожих и привлекали к ответственности. Проект еще будет обсуждаться, а потом его направят на рассмотрение в Национальный совет общественного доверия при президенте. Я думаю, в ближайшее время, в течение, может быть, двух недель, мы отправим его в Национальный совет. Но перед этим еще раз будем встречаться с разработчиками, с теми, кто принял участие здесь. Потому что от размытости, от некоторых неясностей будет зависеть многое. Это может завтра выразиться от других серьезных противоречий. Потому что полиция будет не так трактовать, прокуратура не так будет трактовать. Поэтому двусмысленно не должно быть. Две многодетные семьи СОС детской деревни Алматы получили квартиры в центре города. Просторное жилье за 120 миллионов тенге им подарил благотворительный фонд Халык. Теперь дети, которые жили в специализированном городке, стали ближе к социуму. Радость новоселья разделила Ардак Камал. Жанар Гульбектурова 13 лет работает мамой в СОС детской деревни Алматы. Воспитала несколько поколений ребят. Помимо родного сына, у нее на попечении еще шесть детей. Раньше они жили в детской деревне. Теперь им вручили ключи от квартиры в центре Алматы. Они прям каждый раз говорят, о, мам, как классно, мам, классно, супер, супер. И когда ей нравится, это мне тоже нравится. Помимо Жанар Гульбектов, жилье в центре Алматы получила еще одна многодетная СОС-семья. Две квартиры общей площадью свыше 330 квадратных метров удалось подарить семьям благодаря меморандуму о сотрудничестве между несколькими организациями. Это Акимат Алматы, детский дом номер один, СОС детские деревни Казахстана, благотворительный фонд Халык и фонд образования Нурсултана Назарбаева. У нас помощь сейчас заключалась в покупке этих квартир, конечно, в оснащении мебели, бытовой техникой. Только на эти две семьи мы потратили более 120 миллионов тенге. В четырехкомнатной квартире в новом жилом комплексе созданы все условия. Сделан качественный ремонт. Каждую деталь Халык фонд согласовывал с семьей. Учитывались потребности родителей, мальчиков и девочек. Чтобы, переехав сюда, они действительно чувствовали себя как дома. Для того, чтобы переехать из деревни СОС в город, побечители должны иметь опыт в воспитании детей, оставшихся без родителей. Прежде чем забрать ребят, они обязаны пройти стажировку. Желательно, если это будет устойчивая пара, которая готова к интеграции в Алматы. Фонд Халык планирует и дальше помогать СОС семьям. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с моряками, которых освободили во время обмена с заключенными с Россией. Встреча проходила в парке около Мариинского дворца. Зеленский наградил военных президентскими часами и пообещал, что в ближайшее время им выделят по новой квартире в Одессе. После этого военнослужащие дали пресс-конференцию и рассказали о том, как им жилось в плену. Как вы понимаете, тюрьма – это тюрьма. И там нет друзей. Но даже самые младшие по званию из надзирателей относились к нам с уважением, гуманно. Но там грустно, печально. Маленькая камера, потолок. Горит постоянно свет. В душе тоска и горе. По словам моряков, случившееся в Керченском проливе было не штатной ситуацией, не спланированной ни той, ни другой стороной. При этом цели украинцев были мирными. И о применении оружия речи не шло. Украинские моряки и три корабля были задержаны в ноябре прошлого года. Их обвинили в незаконном пересечении российской границы в составе организованной группы. 7 сентября они вернулись на родину после отмена с Россией по формуле 35 на 35. Как отметила глава Украины, операция по возвращению моряков была очень сложной. Детали нужно было держать в строжайшем секрете. Продолжаем выпуск. В перинатальном центре номер 2 Туркестанской области погиб младенец. Родные винят в этом врачей. Это была первая беременность у молодой женщины. Ребенка в семье ждали целых два года. Но у младенца еще в утробе остановилось сердце. При этом женщина в этот момент была под наблюдением врачей. Гульнур Тастамбекова несостоявшаяся бабушка. Она рассказывает, что первенца дочери ждали целых два года. После длительного лечения ей удалось забеременеть. До 28 недель беременности девушка находилась под наблюдением врачей в Нур-Султане. А после приехала в Шимкен. На сроке 36 недель у нее поднялось давление и ее забрали в роддом. Где и случилась трагедия. В смерти плода родственники винят врачей. Можно было сделать кесарево и принять роды. Это займет три часа. У ребенка остановилось сердце в понедельник вечером. Он же ребенок еще. Он первый в семье. А они взяли и сказали дочери, что ребенок умер. И хотели отпустить под домашнее наблюдение. Девушку, по словам матери, во второй перинатальный центр доставили в минувшую пятницу, где она три дня находилась под наблюдением. Как утверждают врачи, никаких опасений здоровью матери и плода не вызывало. Но в ночь с 9 на 10 сентября была зафиксирована остановка сердцебиения. Врачи подозревают, что ребенок мог скончаться из-за внутриутробной реализации инфекции. Внутриутробная гибель плода могла произойти из-за развития инфекции, так как роженица долгое время не могла забеременеть и долгое время принимала лечение. Врачи утверждают, что сами роды были сложными. Плод ребенка был направлен на экспертизу для установления точного диагноза. Десятки школьников лицея города Ленгер Туркестанской области отравились едким газом. В больницу, по последним данным, попали 36 человек. Оказалось, что перцовый баллончик в школу принесла старшеклассница. Я сам не разглядел, что за предмет был. Просто черный флакон. Я сам не видел, как выглядит газовый баллончик, поэтому не могу сказать точно. Но ученица сказала, что нашла его по дороге, когда шла в школу и приняла его за парфюм. Как утверждает директор школы, на перемене одна из учениц в фойе учебного заведения брызнуло на себя непонятное вещество. Сразу после этого любопытная девушка начала задыхаться и кашлять. Аналогичные симптомы появились и у других детей. Педагогам пришлось вызвать скорую помощь и приступить к эвакуации учеников из школы. С отравлением в больницу были доставлены сразу 34 ребенка и четверо сотрудников лицея. После обследования и улучшения самочувствия многих отпустили домой. В больнице остаются 11 человек. Поступали они с жалобами на головные боли, головокружение, рвоту. Было ли некоторые детей. Два-три раза рвота была у них. Перчиня в горле, горечь в горле, во рту. В данном состоянии стабильное без ухудшения. В Ак-Тубе жители комплекса Юни-Сити не могут оформить на себя квартиры, выкупленные еще несколько лет назад. А все потому, что дома, где они живут, были в банковском обременении. А теперь и вовсе им не принадлежат. В ситуации разбиралась Эльмира Ержанова. Я опасаюсь, как бы нас опять не обманули. Жители комплекса Юни-Сити три года живут, казалось бы, в собственных квартирах, но на птичьих правах. И признаются, что уже не верят никому. А все потому, что компания застройщик незаконно продала людям квартиры, находящиеся в залоге у банка. Инвестору из Армении Гегаму Асряну помогли двое сотрудников юстиции, удалив из базы данных заложенную недвижимость и землю. Инспекторов осудили, а вот сам директор сбежал из страны. Точку в судебных тяжбах поставил Верховный суд. На днях он признал землю и, следовательно, дома на ней собственностью банка. Это вообще шок был. Это элементарно. Есть конкретные люди с договорами. И это все в один момент взяли и обнулили. По сути, сейчас нету, по сути, ни одного владельца. Люди опасаются, что останутся на улице, ведь документально право на жилплощадь за ними не оформлено. Однако представители банка, которому теперь принадлежат дома, поспешили успокоить жильцов. Финансовый институт не претендует на их квартиры. Для тех жильцов, которые оформили, добросовестно оплатили и являются собственниками, никаких проблем нет. Они получат свое жилье, им беспокоиться не нужно. Я считаю, наоборот, для них это возможность закончить комплекс полноценно. На сегодня комплекс, который должен состоять из пяти домов, застроен частично. В домах нет газа, пользуются только электричеством. Представители банка планируют достроить его и продать свободные и новые квартиры, чтобы компенсировать убытки. Ведь в результате этой истории банк потерял свыше одного миллиарда тенге. Эльмира Ержанова, Шумар Тайбергенов, Информбюро, Активенская область. Если болит спина, подожгите ее. Массаж, уходящий корнями во времена древних фараонов, набирает популярность в Египте. Возрождают терапию 35-летние египтяне. Процедура называется «пламенное полотенце». Сначала обычный массаж с маслами и лепестками ромашки. А потом мастер кладет на спину клиента несколько слоев ткани, пропитанной спиртом и поджигает. Так нужно пролежать минуту. Абдель говорит, что подобные практики полезны всем. Исключение составляют люди с высоким давлением, болезнями почек и гемофилией. Поэтому сначала все клиенты проходят медосмотр. Я будто веду беседу с человеческим телом. Я нахожусь в тесном контакте с ним, а пламя – наш посредник. Кровообращение стимулируется, а боль уходит. Семнадцатый победитель розыгрыша от Форте Банк получил свои ключи от новенькой Тойоты Камри 70. За руль собственного авто сегодня села жительница Усть-Каменогорска. Роза Ахмеджанова услугами Форте Банка пользуется всего год. За это время она взяла два потребительских кредита. Последний – полтора миллиона тенге. Срочно нужны были деньги. Тогда менеджеры ей сказали, что она автоматически стала участницей розыгрыша авто. Но женщина отнеслась к этому со скепсисом. Оказалось – зря. На работе всем сказала, что беру кредит в Форте Банке, там разыгрывается автомобиль. Мне никто не поверил на работе. Это первый крупный выигрыш. Конечно, такое счастье. Это как подарок с небес. Я обожаю Форте Банк. Таким образом, Роза Ахмеджанова стала семнадцатой победительницей первого этапа акции Форте Банк. Всего за время ее проведения автомобили выиграли жители Нурсултана, Актау, Туркестана, Актобея, Кибасуза, Талдыкургана, Кокшитау, Караганды, Тараза и Алматы. Однако это не значит, что шансов больше нет. Ведь уже стартовал новый розыгрыш автомобилей Камри-70. Очень большой резонанс получила наша акция. То есть 17 счастливчиков, которые не ожидали. И было принято решение продлить эту акцию. С первого сентября стартовал новый этап акции. Еще 13 машин Toyota Camry будет разыграна. Новый этап розыгрыша продлится до 25 декабря. Условия участия просты. Необходимо оформить экспресс-кредит от 200 тысяч тенге и выше в любом филиале банка по Казахстану. Можно также взять онлайн-кредит на сайте или через мобильное приложение. Есть еще возможность взять заем под залог депозита от миллиона и выше.